всем привет с вами я татьяна шадрина вы мне на канале время шить сегодня время вдохновения мы с вами сегодня листаем журнал бутик тренды ноябрь-декабрь двадцать четвертого года у меня в руках не было журнала за сентябрь-октябрь он не поступил к нам в продажу в киоске это совершенно точно потому что у меня знакомый продавец в киоске и она откладывает для меня все приходящие журналы сентябрь-октябрь номера не было у меня полное впечатление что этот выпуск и сборник старых моделей из предыдущих выпусков может быть я ошибаюсь поправьте меня девушки вот подскажите ваше мнение если на канале есть девочки из италии подскажите как там выходят журналы очень интересно но вот но пролистав этот журнал у меня сложилось такое впечатление что это старые модели давайте смотреть технические рисунки как всегда можно сейчас поставить на стоп видео и посмотреть какие модели есть в этом выпуске смотрим здесь у нас комбинезоны жакеты футболка какие-то платья брюки еще комбинезон нарядный жакеты здесь смотрим подборка для размеров плюс вот эта подборка для стандартных размеров хоть модели старые но наверное что-то под найдем интересное смотрим таблицу размерных признаков например обхват груди 100 в таблице стандартных размеров это наш российский 50 здесь это 46 то есть чтобы получить наш российский размер размеру в журнале нужно прибавить 4 что с плюсами давайте смотреть обхват груди 120 это наш размер 60 российский здесь это 56 то есть точно также прибавляем 4 обязательно смотрим остальные мерки на ваши размеры и подбираем тот размер который вам необходим вот у меня например для моего 60 размера талия больше мне ее нужно увеличивать и немножко может быть даже обхват бедер чуть-чуть увеличить но может быть оставить такой же поэтому вы обязательно сопоставляйте свои мерки давайте смотреть на первом развороте жакет брюки или кюлоты и топ но топ здесь нам не показали может быть дальше покажут где-то ну вот на мой взгляд нет ощущения что модный образ все сложно но вот как-то странно напишите ваше мнение что вы думаете брюки очень широкие свободная длина такая невнятная хотелось бы чуть чуть подлиннее единственное оправдание что это журнал модели из старых выпусков но с другой стороны вот такой жакет в принципе сейчас можно шить и он будет интересно смотреться плечо мы видим что достаточно такой объемные как сейчас носят не широкий лацкан здесь написано что жакет из вискозного габардино ткань очень текучая такая посмотрите обвисает вниз и даже может быть для жакета слишком мягкая но мне кажется если взять подходящую ткань сейчас у нас осень зима впереди холода можно брать шерстяные ткани и шить жакет по этой выкройке жакет шить конечно сложно жакет с табличными значениями и брюки ну наверное такие лоты карманы в боковой швах складки у пояса несколько по три складки гульфик и приточной пояс широкие свободные кюлоты в принципе если хотите широченные брюки то можно их удлинить и получится длинные широкие брюки дальше смотрим здесь у нас блузка с интересным запахом по спинке ну вот тоже как-то странненько и вот такая блузка блузка а-ля футболка в принципе вот эту блузку можно шить и она смотрится достаточно актуальность сегодня можно скомбинировать ткани например сделать трикотаж на спинку это удобно и можно использовать например принтованную ткани однотонную ткань как здесь здесь оттенками поиграли можно шить такой топ написано легко я бы сильно не обольщалась потому что обработать вот такой тоненькой бейкой из тонкой ткани не очень легко новичкам имейте это в виду и вот такую блузку я бы тоже сказала что нелегко шить тоже для новичков сложно обработать тонкой бейкой края срезы и во вторых вот этот уголок тоже непростая история конечно если говорить о таком нормальном по парк новском искусстве а не оставлять скажем край блузки как здесь просто под оверложку мне кажется это несерьезно просто а здесь вот оверлок оверлоком проехались по по срезам и считают что это обработаны края широкие брюки наверное вот эти брюки выполнены по этой же выкройке что из предыдущей странички брюки ну вот честно говоря странные такие образы вот эти обе блузки комбинезон выполнен из атласной ткани сейчас кстати доступным атласная вискоза хорошая ткань сшить конечно же из атласной ткани сложно ткани текут из рук убегают но вот комбинезон как ни странно мне кажется достаточно актуально смотрится видимо идут года актуальность комбинезонов не утрачивается спущенное плечо причем можно даже на подплечники посадить вот этот узел красиво обработана горловина посмотрите косой к запах у комбинезона здесь у нас мы еще видим что впереди как будто такие складки по талии идут но складки конечно идут не всем если фигура с ярко выраженной талии тогда это можно так сделать здесь мы видим еще складки на брюках на самих по спинке мы видим что резинка для комфорта но и блузка сама как видим что с разрезом застежка на две навесных петельки и пуговки что скажу в принципе можно шить отдельно брюки получатся шикарные праздничные брюки с другой стороны топ вот такой на запах зафиксировать внизу запах тоже прекрасно годится как нарядный вариант но имейте ввиду что будет разваливаться скажем этот топ расходиться нужно как-то внизу его будет зафиксировать вот этот разрез а в принципе можно не делать разрез просто выкройка получится топа с запахом как вариант у нас скоро появится задача сделать какой-то для себя сшить праздничный наряд вот как как идея кстати можно воспользоваться вот этой выкройкой топа с запахом может быть даже здесь вот с таким разрезом по спинке и например немножко укоротить и добавить юбку юбку можно если у худенькая девушка в сборку например в татьянку пришить просто кверху и получится такое платье но это так как идея комбинезон такой сшить конечно не просто это сложная история я как представлю что вот здесь вот например узел сколько складок вот в два слоя сложена потом еще складка зафиксирована к этому ко всему счастью пришита вот эта деталь у которой тоже много слоев в общем это все так сложно а тем более ткань еще такая текучая атласная имейте это в виду технический рисунок комбинезона платье ткань так называемой миссони принт миссони вот так вот такие зигзаги от обычно трикотаж характерно для торговой марки миссони что хочется сказать такое платье наверное годится как вариант домашней одежды классный вариант платье отрезной по талии но у меня полу и впечатление что у девушки вот здесь вздернута талия посмотрите хотя на техническом рисунке линия идет горизонтально как нам добиться того чтобы не было вот такого вздернутого лифа у девушки есть грудь выпуклость есть для груди и сдергивается платье именно из-за этой выпуклости то есть если мы с вами решим сшить такое платье например как домашний вариант нам просто нужно к лифу по переду добавить несколько сантиметров по линии низа 23 сантиметра можно выкроить вот эту деталь например с лишними сантиметров 5 добавочными на примерке уточнить можно зайти как примере один отдельно лиф без юбки длиннее просто выкроить его и повязать например резиночку на наталью найти местоположение вашей талии отрисовать фломастером и тогда у нас талия будет точно на месте ну вот кстати смотрю безобразие просто посмотрите насколько на спинке исказили print можно было конечно уже для журнала подобрать совпадение рисунка здесь на спинке шов и не совпадает print юбка просто в складку в боковых швах сделали высокие разрезы ну я подобное платье подобного кроя вижу как хороший вариант одежды для дома технический рисунок платья цельнокроеный рукав отрезная юбочка и мы видим что при сборе нам в районе талии здесь нам предлагают платье сложное написано что она выполнена из жаккарда это очень плотная ткань мне нравится форма рукавчика посмотрите очень так интересно выглядит мне нравится форма этого платья посмотрите есть глубокие вытачки вертикальные рельефы вот два их здесь из-за принты не очень видно но благодаря этим рельефом платье имеет вот такую классную форму расклешенная юбка и причем расклешенной знаете как вот не просто как а силуэт а вот как пишут форму бокала то есть выгнута вот так интересная форма я думаю что даже было бы я думаю что стоит попробовать сшить такое платье для молодых юных девушек очень классно нужно подобрать подходящую ткань чтобы это была форма устойчива форма держащая ткань подойдет жаккард или тофта например и как вариант нарядного платья можно запросто шить кстати можно под это платят я уже фантазирую например надеть прозрачную юбку из органзы и получится такой классный например новогодний образ почему нет платье на стойке здесь у нас молния хорошее платье прям такой стильненькая но она сложная технический рисунок кстати наличие вот таких рельефов позволят нам платье очень хорошо посадить по фигуре потому что мы можем первую примерку сделать скажем наизнанку и буквально вот по рельефам где-то подобрать лишнее где-то наметить выпустить ли у них недостающие и платье очень красиво подчеркнет фигуру давайте посмотрим платье из двух контрастных тканей конечно же это нарядный вариант у меня полное впечатление что я это платье уже видела в журнале кажется что это повтор платье на запах получается у нас как будто двубортная но впереди с огромными декоративными пуговицами платье конечно же сильно асимметрично из двух видов тканей созданном и с одной стороны у нас воротник который переходит на спинку а с другой стороны просто бретель без воротника идея хороша кому-то наверняка она зайдет кто умеет носить стильно подобные вещи тоже стоит шить ткань нужна форма устойчивая опять подойдут такие же ткани тофта и жаккард мне кажется так по этой выкройке можно шить платье еще из твида получится тоже такое интересное платье у меня полное впечатление что эти модели уже были в одном из журналов за какие-то прошлые года платье геометрично и даже не буду про него ничего говорить мне кажется мы такое очень эксклюзивное платье кто соберется шить такое имейте ввиду что она достаточно сложно очень сложно нужно аккуратно выполнить вот эти уголки причем это у нас будет двойная история но с другой стороны как салфетки мы шьем также здесь нам можно все это выполнить посмотрите одна деталь с углом вторая деталь в него внизу с углом третья деталь с углом вот они наложены друг на друга вот здесь тоже все сложно потому что нужные уголки выполнить и на строчить их на ткань как соединить вот в этих углах вся соль это сложно если вы решите сшить такое платье обязательно попробуйте на лоскутах и потом уже беритесь за платье либо покупайте недорогую ткань и на ней тренируйтесь асимметричное платье что сразу хочу сказать можно это платье сделать и симметричным либо например открытый вверх сделать полностью то есть у нас она разделена по вертикали левая правая половинка либо сделать скажем вторую половиночку отразить сюда и получается платье с укороченным плечом с воротником стойкой как вариант может быть кому-то понравится вот такое асимметричное платье геометричное платье много-много узлов слишком наворочено мне кажется сейчас мод для моды характерны более какие-то простые линии простые лаконичной линии напишите свое мнение и вот это асимметричное платье вытачки на грудные платья не отрезной по талии не слишком облегающие здесь еще у нас карман накладной украшение декоративными пуговицами контрастными и еще петли обработанные контрастной тканью сложное платье вот очень сложно и должна быть хорошая посадка по фигуре и в то же время детали обработки тоже непростые на этом развороте им еще одну такой скажем геометричное платье мне тоже кажется что это платье было уже в журнале давайте посмотрим как она устроена есть вертикальные рельефы и из-за рельефов выходят складки ткани с принтом поэтому сложно увидеть линии кроя но просто берем воспринимаем скажем на слух это все платье кстати тоже такое неплохое но несмотря на то что она из старого журнала здесь у нас красиво обработанные проймы посмотрите пришиты вот такие прямоугольники шьются они несложно просто обработали прямоугольник и в начале потом в пройму получается как бы рукава оля такие планки на рукавах нижняя часть проймы ее нужно обработать и воротник тоже выполнен из таких же как бы из таких же фрагментов планок как-то они там завернуты в складки чтобы немножко расслабить горловину такой совет прежде чем кроить платьем скажем в районе проймы почему-то я увижу что у девушки такое впечатление что здесь немножко лишнего выступает выкроете платье у которого будет по пройме немножко излишек и примерьте может быть кому-то нужно будет скорректировать платье по линии рельефа и если у вас будет лишняя ткань то тогда вы сможете красиво отрисовать пройму именно по своей фигуре здесь нужно угадать чтобы не было ничего лишнего показано и в то же время не осталось не нужной ткани скажем то есть проймы должна соответствовать вашей фигуре а у нас все проймы разные кстати вот я всегда делаю пройму если первый раз еще на человека никогда не краю проймы вот скажем сразу же на чистовую всегда оставляю лишние припуски потому что как раз это дает возможность подогнать отрисовать пройму под человека но конечно же с выкройки перри перерисовываю линию на выкройке но иногда линия скажем остается но чаще всего все-таки эту линию корректируем технический рисунок плать ткани у платья здесь такая сложно написано серебристый ламинированный материал мне кажется тоже нужно брать форму устойчивую ткань жаккард или тофту а для отделки какой-то вариант атласной ткани может быть даже кстати орган за подойдет на этом развороте в нарядное платье скоро новый год наверняка кому-то вот эта идея именно вот эта идея может пригодиться а в чем идея мы шьем платье как как основу платья футляр например здесь за основу взята платье а силуэта с нагрудными вытачками с интересным вырезом украсили еще вот такой брошью и надели сверху второе скажем платье из тонкой полупрозрачной ткани можно для этих целей взять органзу можно взять например сетку фатин мягкий и сделать второй стоп слой кстати сейчас в моде вот такие прозрачные истории можно вторую платье сделать длинная первая короткая можно скажем не слишком большую разницу в длине сделать можно укоротить первое платье не не сделать вот если взять эту идею за основу то не обязательно вот эту вот этой выкройка пользоваться можно взять любую свою базовую выкройку на ее основе краить вот этот рукав это как ничто другое как солнце просто солнце и радиус вот этого солнышка найдите в интернете его легко выкроить измеряем ширину рукава по низу это и будет у нас радиус для этого солнышка в рукаве и краем вот вот такое платье недавно мне попалась как идея для вдохновения как раз платье с мягким фатином двухслойная и как раз для размеров плюс мне сильно понравился не может быть даже себе что-то подобное сошли на новый год ну вот здесь журнальном предлагают вот такую идею технический рисунок платье но как я понимаю в данном случае как раз есть подкладка темное непрозрачное платье и соединены подкладка и верхняя часть платья ну скажем по технологии шитья именно подкладки но остается вопрос мне не очень нравится здесь линия соединения рукава с основой с изделием потому что ли не играет и как-то вот неопрятно смотрится это всегда кстати сложный момент и линия вот этой капли тоже сложно смотрится можно ее в принципе не делать просто круглую горловину оставить и без броши это платье оставить здесь пара нарядных вариантов но тоже я вижу что журнал что модели из старых журналов давайте их рассмотрим классика наверно классиком брюки клёш из интересной ткани посмотрите атлас с пайетками вышитые пайетки если вы готовы шить такие модели из ткани с пайетками тушите я лично не готова здесь у нас жакет причем он по фигуре с рельефами и воротник скажем пиджачный или английского типа воротник здесь еще украшено все бантом из прозрачной ткани чем сложная модель а в данном случае комбинезон с атласным поясом со вставкой и корсетная часть тоже из вышитой какой-то ткани кусочек прозрачной ткани все это сложно шьется каждый из этих образов это очень сложные истории будьте готовы к этому если решитесь взяться сайт за эти модели корсетная история конечно же есть наверняка нужно использовать косточки иначе вы просто не посадите по фигуре советую делать обязательно макеты верхней части по крайней мере технический рисунок комбинезона жакет вертикальные рельефы был момент когда такие рельефы были просто на пике популярности на пике моды сейчас мне кажется немножко утрачивается возвращаются рельефы но они немножко другой формы просто брюки клёш здесь еще пара вариантов нарядных тоже вижу что модели старые платье на запах широкая юбка широкие рукава присобраны на манжеты и платье отрезной по талии здесь пояса нет но можно завязать поиск хотя кстати вот кажется что здесь а пояс опционно до поясом завязывается платье и второе платье вечерним с рельефами с вертикальными по фигуре и выполнена из двух тканей из двух видов тканей идея неплохо платье мы видим что впереди вырез плечи открыты спинка голенькая и завязывается на бант на спинке бант еще можно завязать по-разному мне кажется для такого платья можно выбрать современные материалы и платье вполне годится на вечеринку на какой-то праздник потому что это вариант все-таки классический уже стал можно вот эти полосы сделать из полупрозрачной ткани можно выбрать ткани нарядную скажем с пайетками здесь в этом платье будет достаточно сложно добиться прилегания по верхнему срезу платье ну такой маленький совет я обычно вставляю резинку по верхнему срезу вот здесь кто-то пришивает скажем силиконовую ленточку чтобы лучше сидела по фигуре но как правило есть такая проблема что отстает платье вот скажем по проймам по спинке такой свободненькая и поэтому иногда я притачивались узенькую резиночку внутрь ее снаружи не видно но она так немножко амортизирует и возвращает скажем форму верхнего края на место я бы обязательно проклеила дублерином эти срезы после раскроя обязательно нужно укрепить срезы ткани всех деталей потому что иначе они расплывутся растекутся но это платье на запах конечно это классиком просто вне времени выбираем тонкую струящуюся ткани шьем здесь костюм по типу спортивный выполнен из трикотажного полотна опять со знакомым принтом миссони смотрится интересно несмотря на то что модель из старого журнала здесь у нас у бомбера немножко укорочен перец спинка удлиненная по бокам брючек мы видим лампасы интересно знаете как логично было бы скажем низ сделать у брюк тоже из темной ткани но здесь удлинили ножку сделали из ткани самих брючек вот все нравится в этом костюме в принципе мне тоже кажется на такой классический выкройку можно брать за основу и решить по этой выкройке костюмы из футера и носить в холодное время года технический рисунок брюки и бомбер здесь из нюансов посмотрите линия бока перенесена вперед таким образом найдено более удобное положение карманов входа в карманы и ну вроде как деталь переда немножко сужает фигуру тоже смотрится красиво мне нравится эта идея на этом развороте мы видим брючки из трикотажа укороченные причем пояс здесь на резинке впереди вот классно сделано что впереди пояс не собирается потому что зафиксирована резинка возле боковых швов а по спинке сборка идет на резиночке хорошие брючки здесь они из трикотажа можно удлинить и мы получим хорошую выкройку скажем трикотажных брюк можно шить из тонкого джерси ну не совсем тонкого у нас зима впереди выбрать подходящий вариант ткани и шить брючки здесь юбка на резинке с разрезами по бокам но скажем классика тоже кажется удивительным что для такой юбки делают выкройки но мы же не забываем что среди нас много начинающих партнер поэтому здесь хорошо что сделали выкройки для всех юбка и брюки здесь у нас модели плюс пошли дальше я как обладатель размеров плюс как всегда разочарована потому что модели базовые классические из журналов журнал перепечатываются можно сказать повторяются поэтому ничего уникального я здесь не вижу но если вы недавно начали шить то я думаю что вот эти выкройки можно брать за базу здесь мы видим блузку из шифона из тонкого материала с укороченным воротником блузка свободного кроя заметьте без вытачек воротничок отложной без стойки имейте это ввиду такой воротник шить существенно проще чем воротник со стойкой кстати не так часто вы найдете блузки с просто отложным воротником сейчас сейчас практически все выкройки идут со стойкой а на тонких тканях на мягких тканях это не всегда уместно и нам приходится как-то что-то выдумывать чтобы сделать просто воротничок имейте это в виду что выкройка для этих целей хороша можно удлинить рукава сделайте например и взять вот эту выкройку за основу блузки рубашки сейчас оверсайз все еще приемлем поэтому шьем просто например базовую рубашечку и брюки джинсы здесь они опять же укороченные все-таки можно сделать их подлиннее все что характерно для джинсовых брюк здесь присутствуют контрастная строчка крой 5 карманов кокетка по спинке гольфе приточной пояс блузка здесь она выполнена из тонкой ткани из шифона можно взять батист можно взять например поплин можно шить из вискозных тканей разрезы по бокам клапаны нагрудные можно карманами дополните и джинсы классика здесь дверь скажем верхних одежды это жакет и плащ ну жакет я бы сказала что это куртка ветровка в принципе вот этот плащ хорош прям хорош сшит он безобразно гляньте как линия низа сморщилась ну просто безобразие и по спинке и пока вышивы выбрали ткани назвали смесовый поплин то есть ткань видимо синтетикой я подозреваю что начали утюжить и ткань вся сморщилась мы конечно постараемся такого не допустить из нюансов здесь есть шов по рукаву вот здесь вверху и таким образом у нас получается рукав по переду втачен а по спинке это рукав реглан здесь у нас воротничок на частичной стойке это когда на передней части воротника стойки нет а стойка присутствует только со стороны спинки для верхней одежды очень характерен такой вариант воротничка вы можете переснять этот воротник и скажем использовать его для других моделей хороший воротничок модель сама мы бы видим что раскрешенная немножечко карманы и про рукав я уже сказала в принципе такая вещь вне времени можно выкройку использовать выкройка безвыточная если подогнать под себя ее хорошо то прекрасный вариант что сказать про эту куртку или про этот жакет мне кажется можно шить его скажем из джинсовой ткани из каких-то плащевок роли ветровки такая модель очень хороша будет жакет втачной рукав рельеф и рельеф и по переду и по спинке по спинке мы видим кокетку и воротник воротник здесь на стойке и лацканы еще есть карманы с клапанами в общем жакет я бы сказал что очень сложный написано что он выполнен из тофты такой получается форма устойчивый но сейчас мне кажется такие жакетов и ставьте мы не встретим можно выбирать любую ткань подходящую для жакеты и шить такую модель и вот она выкройка плаща мне нравится нравится мне это выкройка написано что без подкладки плащ и на этом развороте модели из предыдущих выпусков давайте посмотрим платье а силуэта расклешенная верху аля майка платье выполнены из двух слоев тканях поверху эти два слоя собираются и таким образом пройма и горловина обрабатываются здесь у нас еще накидка посмотрим сейчас внимательно на нее жакет ну жакет сложным с рельефами посмотрим на него на тех рисунок на тех рисунок и юбка расклешенная без пояса с разрезами по бокам жакет классический наверное вариант попробуйте если решите шить я думаю что нужно макеты делать таких жакетов чтобы точно посадить по фигуре юбка а силуэта без пояса тоже классика база платье а силуэта в принципе такую выкройку можно взять как и за базу себе и например топ можно шить по этой выкройке ну если у вас до сих пор нет такой выкройки как базы кстати слои отличаются друг от друга по нижнему краю таким образом что один слой выглядывает из-под другого слоя тоже такая изюминка для вечернего наряда хороший вариант накидка мы видим что просто наверно прямоугольник здесь у нас вырезы здесь такой вырез под как будто застежку скорее всего выполнена она из двух слоев ткани а может быть из одного тогда вопрос встает как нам обработать припуски если накидка выполнена из двух слоев ткани то мы просто соединяем их между собой по внешним срезам и выворачиваем жакет и брюки жакет с рельефами лацканы закругленные карманы с клапанами брюки немного расширены к низу может быть прямые на что еще хотел обратить внимание поскольку модели из старых выпусков был как раз тогда период когда носили заниженные линии талии посмотрите насколько здесь короткий гульфик что советую если вдруг вы решили купить этот журнал и вдруг решили по нему сшить эти брюки скажем замерьте длину линии соседа по вашим брюкам которые сейчас любите носить и сопоставьте с выкройкой если на выкройке существенно ниже линии соседа то значит нам нужно поднять вот просто удлинить по переду и по спинке продолжить эти линии вверх можно даже выкроить с избытком чтобы на первой примерке повязать потом резиночку на талию и отрисовать нужное местоположение линии пояса скажем ли не талии между тем мы с вами закончили просматривать журнал я надеюсь вы приятно провели со мной время как всегда буду ждать вас в комментариях и как всегда хочу пригласить вас другие мои соцсети чтобы быть ближе на связи то перед то обязательно присоединяйтесь к группе наших телеграме будем обсуждать и вдохновляться новыми идеями с вами была я татьяна шадрина вы были мне на канале время шить всем пока пока до встречи